Итак, дорогие друзья, теперь на основании вышеизложенного, где мы рассмотрели на образе взаимоотношений мужа и жены принцип главенства. Теперь давайте посмотрим, как на этих же двух принципах основано главенство отца в отношениях с сыном. Оно обусловлено тем, что отец предшествовал сыну и был источником для сына, источником всего. И об этом говорят следующие тексты, Евреям 2.11. Ибо и освящающий сын, и освящаемые, то есть верующие, все от единого, то есть от отца. То есть вот на этом понимании основана истина угловенствия отца. Далее. «И из которого все и мы для него, который над всем и через всех и во всех нас, все из него им и к нему. Вы же Христовы, а Христос Божий». То есть во всех этих текстах показаны вот эти две идеи, два принципа того, что отец предшествовал сыну, а также был источником всего, абсолютно всего для сына. И именно по этой причине, именно в этом смысле обусловлено его главенство. Именно так и понимали эту истину наши пионеры, пионеры адвентистского движения. Перед вами фотокопия из статьи Джеймса Уайта «Ум Христов», которая была напечатана в 1881 году. И вот брат Джеймс пишет. «The father was greater than the son». Значит, отец был более сына. «In that he was first». В том, что он был первый. То есть, можно сказать, прежде. Такой смысл. «The son was equal with the father in that he had received all things from the father». «Сын был равным отцу в том, что все он получил от отца». То есть, обратите внимание, как здесь вот очень гармонично увязываются вот эти две идеи о главенстве отца и о равенстве сына. И эта истина, она также очень хорошо представлена на примере Адама и Евы. То есть, отец более по той причине, что он первый, то есть, что он до существовал прежде, можно сказать. И тем, что он все дал сыну. А сын равен отцу в том, что он все от отца получил. И по этой причине, получив все от него, он теперь равный ему. И далее брат Джеймс продолжает, что читатель может смотреть на отца и сына, используя общую фигуру или, как сказать, общий образ, можно так сказать, великого созидательного и законодательного, законодательной фирмы или учреждения. То есть, отец и сын, они вот вместе представляют великое законодательное учреждение, творческое и законодательное. Это очень интересная цитата, и она очень многое поясняет нам и сохраняет нас от опасности унитаризма. Однако, это другая тема, я не буду углубляться сейчас в нее. Сейчас мы рассматриваем именно истину об отце и сыне с точки зрения сотворения мужчины и женщины. Итак, возвратимся в первое послание Каримфина, в 11 главу. И поставим следующий вопрос. Являются ли отношения мужа и жены параллелью отношениям Бога и его сына? На основании третьего стиха, да, мы читаем. Обратите внимание, что апостол Павел учит, что существует, во-первых, определенная параллель. Он показывает на параллели, да, существует параллель. И вот на основании этой параллели он показывает, что существует определенное главенство. Можно даже сказать субординация. Но субординация, это слово надо понять в верном смысле. Не лишающее сына равенство. Поэтому лучше, наверное, назвать слово главенство. В отношениях между Богом Отцом и Христом, по образу которой устроены отношения между мужем и женою, а также между Христом и Церковью. И это хорошо показано в следующей иллюстрации. Давайте обратим внимание на нее. Мы видим, Адам является главой Евы, одна плоть. Христос – глава церкви, один дух. И Отец – глава Христу, тоже один дух. Вот, как бы, такую интересную параллель мы видим в третьем стихе первого послания Коринфянам. Вот данного стиха. То есть, это главенство или субординация, существующая между Отцом и Сыном, отнюдь не умаляет божественного равенства между ними. Не делает Христа подчиненным творением Отца. Или не творением, а просто подчиненным таким, знаете, вот, ниже поставленным Отца. Нет. Потому что выше мы уже читали, что Ева, она при всем этом, она была равная Адаму. Во всех отношениях. В особенности, если смотреть на отношения с точки зрения детей. То есть, Ева обладала не только одной природой с Адамом. Вот. Одними намерениями, одними мыслями и даже характером. Да. Вот. Но также и властью. Дети обоих воспринимали как равных, в равной степени своими родителями. Вот. Однако преимущество Адама заключалось именно в отношениях с Евой. Заключалось в том, что он был прежде, он являлся источником всего для Евы. И вот также преимущество Отца заключается в родительском и временном аспекте. Вот. Почему Христу глава Отец? Потому что Отец является Отцом для Христа. Он дал Христу иметь жизнь в самом себе, как мы читаем в Иоанна 5.26. И по этой причине Он глава для Него. Второе. Отец глава по той причине, что Он безначален по происхождению, в то время, как Христос сущий от начала. Первое послание Иоанна, вторая глава, 13-14 стихи. Следовательно, преимущество Отца заключается в том, что сначала был Он. Он, соответственно, Сын был следующим после Отца в вопросе безначальности бытия. Понимаете? Вот. И это как бы помогает нам видеть и главенство, и равенство в одно и то же время. Сын равный Отцу в том, что Он унаследовал все, что имел от Отца. Об этом говорит Евангелие от Иоанна 3.35, что Отец все дал в руку Сына. Все, абсолютно. Он ничего себе не оставил для себя. Вот только это я оставлю для себя. Нет. Он всем поделился Сыном. Следовательно, тот факт, что Сын произошел из сущности Отца, делает Его в одно и то же время и равным Отцу по природе, характеру, власти и положению, а значит, Творцом делает Его, правителем, законодателем и Богом достойным поклонения своих творений. И в то же самое время делает Его следующим после Отца, наследником и сыном. А как мы говорили выше, по закону Вселенной, дети обязаны почитать своих родителей. Следовательно, в отношении к творению, внимание, Христос – Бог, равный Отцу. А в отношении к Отцу Христос – послушный Сын, следующий после Отца и почитающий своего Отца. Вот такой вывод мы можем сделать из нашего предыдущего вышеизложенного отрывка. Исследование. И я прошу обратить внимание на это, чтобы мы действительно держались вот этой середины, чтобы мы не уклонялись ни в одной из крайностей. Священное Писание показывает, что во Христе полнота, в Нем примеряются все, так скажем, противоречия, которые для человеческого разума выглядят как противоречия. Но в Божестве, что касается Божества, то там никаких противоречий нету, и все оно примеряется во Христе. Христос является центром всех доктрин. Он – камень, на котором все построено. И поэтому мы должны очень правильно понимать, кто есть Христос по отношению к Отцу и по отношению к остальным творениям. И вот образ Адама и Евы очень хорошо это нам раскрывает. Поэтому тот же самый апостол Павел, который в первом послании к Коринфянам 11.3 говорит о том, что Христу глава Бог, в послании к филиппийцам во второй главе, в шестом стихе пишет, «Он, то есть Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Не почитал. То есть, когда Сатана захотел стать равным Богу, с его стороны это было хищение. Это было посягательство на прерогативу, которое ему не принадлежало. Христос же не почитал хищением или каким-то незаконным посягательством со своей стороны на то, чтобы быть равным Богу. «Ибо он был равен Богу». И об этом пишут и наши пионеры. Об этом пишет и Вестница Божия. И, как мы видим, Священное Писание учит об этом очень ясно и очень определенно. И мы не имеем ни одной причины, чтобы не согласиться с этим утверждением. И также в Послании к Колоссянам апостол Павел говорит. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти». И поэтому смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Смотрите, чтобы этого не произошло. Смотрите, чтобы Христос не перестал быть центром всего. Смотрите, чтобы Христос не был бы унижен пред Отцом. «Возвеличьте нашего Спасителя, как только можете». В Писании нет ограничения на то, чтобы возвеличивать Сына. Но в Писании есть предупреждение о том, чтобы не додать почести Сыну Божьему. Давайте прочтем об этом. Евангелие от Иоанна, 5.23. Мы читаем. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, имеется в виду, как чтут Отца. Кто так не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Это очень серьезное предостережение. Задумайтесь над тем, как мы чтим Отца. В какой степени мы Его почитаем. Вот в той же самой степени мы должны почитать и Сына. И причина этому изложена в вышеизложенных стихах, где мы читаем. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Сын обладает верховной, всевышней властью от Отца. Судить всех. Судить этот мир. Судить Вселенную. Все, все отдано в руки Его. Сын говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И поэтому Псалом 2.12 говорит, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы Вам не погибнуть на путях Ваших. И блаженны все, кто уповает на Него. Будем помнить эти очень важные слова, эти очень важные предостережения, эти очень важные наставления. И если преломлять эти слова применительно к семье, то представьте себе, дети бы восстали против авторитета матери и сказали бы, знаешь, мама, нашим главой является папа. А тебя мы уважаем, но чуть пониже, чем его. Ну и как было бы? Вы считаете, это правильно было бы? Я считаю, нет. Я считаю, что для детей авторитет обоих родителей равен. Оба являются в равной степени их родителями и в равной степени должны быть почитаемы и уважаемы. А то, каковы их отношения между собой, это уже личные отношения мужа и жены. Также и это является личными отношениями отца и сына, личным отношением отца и сына между ними. К творению это никак не относится. И творение не имеет права смотреть на сына с точки зрения отца, как отец к нему относится, как к своему сыну, как глава. Творение обязано смотреть на сына, как творение смотрит на творца. И учиться у сына тому, как он относится к отцу, и во всем относиться к сыну так, как сын относится к отцу. Ибо в этом суть библейского монотеизма. Субтитры подогнал «Симон»